Если вы хотите узнать то, почему онлайн-сампа в последнее время вырос в разы, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного охуительного, безмерного, просто по меркам вселенным видеоролика, я бы вам хотел сказать только одно. Аризона, Ролиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомливайтесь со всей информацией именно там. Там же есть ссылочка на мой телекрам-канал, заходите туда, там уже 120 плюс человек в этом самом телекрам-канале. А это значит, что канал людям нравится туда ежегодно, ежедневно, ежемесячно, ежемесячно туда выкладываются просто, блять, все, шматки мяса, блять, кровь, ёбля, секс. Насилие, в общем, все теги я вам тут назвал, матюки, голые сиськи, блять, всех разрывает, нахуй. Поэтому заходите по ссылочке в описании на мой телекрам-канал, подписывайтесь туда и просто все там будет. Когда пандемия коронавируса всех захватит, мы там будем кооперироваться, поэтому заходите туда срочно, немедленно. И самое главное, это очень важно, подписывайтесь на данный канал. Все, давайте начнем. Не, ну я вот, когда, знаете ли, в понедельник выпускал тот видеоролик, я даже не думал, что уже среда будет и тема, по сути, одна и та же у нас. То есть, все крутится вокруг одной и той же темы. Когда вот только начался весь этот коронавирус, когда еще ничего нигде не было ясно, то есть я просто сидел такой и думал, типа, а, ну похуй, наверное, скоро будет какая-то, знаете ли, хайповая тема вокруг всего этого в нашем дорогом GTA, сам в Ютубе. И можно будет сделать большое количество видеороликов. Как же я, блять, тогда не прогадал. Это просто пиздец, столько информации, столько всего в новостных изданиях, что я просто, блять, не понимаю, я просто готов взорваться от количества всей этой информации. Однако, давайте сегодня мы ее как раз-таки обсудим. И я скажу, хорошо, это плохо или это все такое. Однако, хотел бы вам напомнить, что мойте руки перед едой, после того, как с улицы приходите, после того, как там на улицу выходите, на улицу мойте руки обязательно. Маски не носите, полная залупа, не помогает абсолютно, проверены всеми высшими умами МГУ, поэтому, как бы, не помогает хуйня, полная залупа, не носите никогда, залупа хуйня. Так вот, значит, сегодня мы с вами что обсудим? Дело в том, что коронавирусы и выходные, как раз-таки, вот, знаете ли, суббота, воскресенье, это отличное сочетание. А если еще приплести сюда то, что во всех школах России, Украины, во всех учебных заведениях той же самой России, Украины и, возможно, даже Беларусь, я не знаю, что там у братьев-белорусов, у вот этих вот всех братских, знаете ли, наших народов, но, наверное, у них ситуация плюс-минус такая же. Возможно, какие-то учебные заведения закрыты на карантин, возможно, какие-то еще не успели закрыться на карантин, однако всех нас ждет в конечном итоге одна и та же судьба. То есть учебные заведения в той или иной степени закрывают на карантин, то есть кого-то больше, кого-то меньше, но давайте сегодня мы поговорим немного не об этом. Дело в том, что вот, как раз-таки, вот, за все эти выходные онлайн-самп-серверов и вообще онлайн-сампа достиг своего пика. 42 318 игроков, если быть точными. И, вы знаете, это лучший показатель, если считать все это с января, 16 января, если все это считать, то это лучший показатель. Вообще, я не помню, чтобы в сампе последний раз вообще было 40 тысяч человек. 35 помню, 30 помню, а вот 40 тысяч человек или даже 38 тысяч человек, это я вот что-то не помню. А тут аж 42 тысячи, ну, как бы, для онлайновой игры. Для онлайновой игры, я вам хочу напомнить, 2006 года, который, по сути, является модификацией к GTA San Andreas, это, ну, согласитесь, неплохой результат. Сейчас не у каждой, знаете ли, первой или второй какой-нибудь, там, я не знаю, стрелялки или какой-нибудь MMORPG. Вообще, не у каждой есть только онлайн, а тут GTA-самп. Казалось бы, все уже умирает в этом самом GTA-сампе, все уже идет по пизде, но онлайн-самп почему-то возрастает. Вместе с этим возрастают просмотры на YouTube-канале, как на моем, так и на каналах моих, знаете ли, не особо коллег. Ой, блядь, да этот нахуй вирус, не вирус, бля, мне вообще похуй, сперма, ха-ха-ха, врагов, возможно, друзей, врагов. Просмотры у всех в той или иной степени возрастают, все школьники, все люди, все еще достаточно мелкие умы, они остаются дома, потому что карантин, и бывает такое, что же родители какие-то очень беспокойные не отпускают свою чадо куда-то, знаете ли, там, в школу, потому что, ну, в пизду, блядь, заболеешь, еще нас заразишь собой, в могилу, блядь, отведешь, а мы же уже не молодые, если молодые-то еще, как бы, плюс-минус от коронавируса, как бы, спасаются, то тут, как бы, уже сами должны понимать, что, ну, не особо все это нормально проходит, поэтому давай-ка ты, малой, блядь, останешься дома, потому что нам эта чепуха, блядь, нахуй не нужна, извиняюсь за мой диалект французского языка, я не особо во всем этом, знаете ли, специалист. Так вот, онлайн сам повышается, просмотры на ютубе повышаются, просмотры на твиче стримеров тоже повышаются, вследствие всего этого коронавируса и того, что люди остаются на карантин дома, вообще-то плохо, это на самом деле плохо, я не люблю, когда люди не работают, вообще, то есть, меня это раздражает, я ненавижу бездельников, которые просто сидят и такие, типа, блядь, че бы такое поделать, и такие, типа, а потом такие, да похуй, ничего не поделаем, да, разумеется, в каждом из нас живет такой, знаете ли, маленький прокрастинатор, который абсолютно точно ничего не хочет делать, ему на все поебать, на всех людей там, которые рядом с ним работают, находятся, существуют и так далее, ему на все это вообще абсолютно точно похуй, поэтому сами должны понимать, что в такой компании не особо-таки приятно все это делать, да и вообще, на карантин там закроют все, я не знаю, пятерочки, магниты, какие-нибудь ашаны, блядь, че делать-то все будем, все надо, блядь, второй апокалипсис, нахуй, я не нагоняю панику, если че, я просто рофлю, все, надо запасаться гречкой, тушенкой, блядь, уезжать в бункер, нахуй, и все, и там нас точно не найдут, прожьем несколько лет, десятков дней и так далее, и все у нас будет заебись, выйдем на улицу, все, вирус уже там ебнули, признаться честно, когда вот вирус только появился в Китае, я подумал, типа, как бы это, знаете ли, хуёво, эгоистично не звучало, как хорошо, что вот коронавирус появился в Китае, потому что эти китайцы, они своими маленькими ручками там что-то делают, постоянно что-то производят там, и я подумал, что этот вирус, они ёбнут просто там моментально, тем более, что все говорят, там вот это, знаете ли, доктор Комаровский, который постоянно в трендах сейчас мелькает, говорит, что все там, этот геном вируса, блядь, разложен нахуй по полочкам, что его ёбнуть, блядь, расплюх, пупля, и все, и вируса нет, но что-то вот все такое не происходит, почему? Доктор Комаровский, непонятно, сколько там еще будет разрабатываться вся эта вакцина от этого коронавируса, мы не знаем, поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP-резона роли Плей Феникс находится в описании данного видеоролика, там же и ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok